Вы ко дню отца в это воскресенье. А, да, точно. Я теперь стараюсь его не отмечать. Каждый год в этот день я водил отца на ипподром. А теперь мы просто занимаемся шопингом. О, какая прелесть! Правда? Ага. Глэн, через эту блузку не будет видно мой лифчик. Я не знаю. Она не слишком ширвая. Я не понимаю, о чём ты. Глэн, по-твоему, она не слишком ширвая? Говорю, не знаю! Мы делаем вид, что они многое взяли у Симпсонов. Но мы многое взяли у Симпсонов. Чёрт! Боже, а что с твоей половиной кровати? Пружины промялись, и здесь так сыро. Это... это что, грибы? Там живут смёрфы. Или... сморфы... сморфики. Ну, в медучилище говорили, что коротышки быстро ходят, потому что им доводится чаще нюхать пердёж. Какой ужас! Если я останусь коротышкой, то стану изгоем, как Рудольф, необрезанный олень. Рудольф, я против тебя ничего не имею. А вот вихрь жалуется, видимо, всю ночь приходится смотреть на твой причиндал. Ну, не знаю. Миссис Клаус говорит обрезание и снижает чувствительность. Извини, почему ты говоришь о таком своей женой? Ух ты, это проще, чем получить права на гидроцикл. Ну что, Кайл, ты молодец. У тебя 100% за письменный тест и 100% за практику. Всего один последний вопрос. Ты когда-нибудь дрался со своим отчимом? С которым из них? Ты сдал экзамен! Вот твои права, езжай и будь козлом! Так, ребята, всё готово. Я нашёл отца Джо в интернете. Он говорит, что уже завтра прилетает. Супер! Только не забудь, что для Джо это будет сюрпризом. Я это знаю. Просто ты не умеешь хранить секреты. Я умею хранить секреты. Как когда я был акушером-гинекологом. Вот результаты ультразвука. У меня для вас новости. Стойте, погодите. Мы не хотим сдать полу-ребёнка. Ладно. Что ж, оно не дышит. Не может быть. Что, так хорошо выступил? Я думал, тебя ждёт провал. С чего ты взял? Ну, я кое-что смыслю в актёрском мастерстве. В конце концов, я учил играть вина Дизеля. Так, Вин, мне нравится твоя манера игры. Но попробуй ещё разок сделать вот так. Знаешь, в такие моменты я задумываюсь. Что, если бы я не умел говорить, а ты был нормальным ребёнком? Тогда у нас бы не было подобных проблем. Помоги мне избавиться от него, Брайан. Он более жуткий, чем тот парень в тренажёрке, который занимается каратэ перед зеркалом. Это я. Я говорил о себе? Это я, жуткий каратист. Недовольно умелый. Ну, расслабьтесь. Если бы я захотел, вы бы были уже мертвы. Ещё перед сном я люблю съесть большую тарелку ягод. Ну, как тебе матрас, Питер? Вроде неплохой, но точно скажу лишь подрочил на сон грядущий. Как это твой отец не будет тебе рад? Неужели ты ему безразличен? Нет, просто когда я был ещё маленьким, он постоянно смеялся над инвалидами. Серьёзно? Да, сколько я его помню. Он всегда был готов поднять нас миг того, кто ездит в кресле. Он кричал им «У тебя не ноги, а спагетти!» И «У тебя не ноги, а макароны!» И «У тебя не ноги, а вермишель!» Он работал в макаронном бизнесе. Грустное зрелище, Стюй. Неужели ты совсем отчаялся найти друзей? Это я отчаялся. Лайл, залезь в мобильник Брайана. Смотри, у тебя всего четыре контакта. И, боже мой, ты установил приложение «Данкин Донатс»? И кто вообще «Шазамит Битлз»? Ну и веселись со своим роботом. Но если хочешь знать моё мнение, это пугает больше, чем стул после винегрета. А-а-а! Ах, да. Я одел передние ноги коня в штаны. И повесил Джо сверху, завязав его ноги позади лошадиной шеи. Голову коня мы спрятали за футболку Джо. А остальную часть его тела не будет видно за занавеской. Нет! Матрас дорогой. И я хочу, чтобы он подольше оставался новым. Ты серьёзно? Мы не будем на нём шпилиться? И долго? Не знаю. Давай побережём его несколько недель. Несколько недель? Брось, ты же знаешь, я не умею ждать. Смотрите продолжение Лаверны и Ширли после рекламы. Я хочу сейчас! А чтобы конь не стоял на месте, я буду бить его по яйцам мокрым полотенцем. Ах, боже мой! Ё-моё, он смесился! Смотрится правноподобно! План Б! План Б! Оно втирает лосьон в кожу. О, Мэг! Слава богу, я тебя нашёл. Помнишь, ты брала мою карточку покупателя из продуктового? Можешь мне её подбросить? О, вам не обязательно ходить с карточкой. Можно просто дать номер своего телефона. Правда? Спасибо, чувак! Мэг, мне нравится твой новый парень. К каждому горшку найдётся крышка. Развлекайтесь, ребятки. Я ему не рассказал! Ну, Джо, не плачь. А то я тоже заплачу. Я плачу, как Снупи! Вот, выпил. Теперь мы друзья, да? Возможно. Если ты всё выплюшь обратно в бутылку. Не пролив ни капли. Ладно. Ладно. Ладно, я смогу. Ах! Извините! Извините, я забыл сложить губы! Сбегаю за второй бутылкой и попробую снова! Так, Питер, почти готово. Прокоди. Да. Наплевать. Питер, я не уверена. Это плохая затея. Лейс, Джо для меня близкий друг. Я хочу ему помочь. И вы ещё не слышали, как я его изображаю? Как же плохо быть прикованным к креслу? Ты дружишь с негром и коллегой? Этот человек невменяем! Уведите его! Погодите! Вы не имеете права! Негр, заговаривающий с белым? Этот человек невменяем! Слушайте, не думаю... Все коллеги невменяемы! На эвтаназию его! Пытка не пытка. Джо, не будь таким негативным. Ты прям как бостонское печенье с предсказанием. Ну, не знаю, Лошок. Купи, что ли, гараж и заполни его хоккейными принадлежностями. Хм. Посмотрим на мои счастливые числа. Иди, нах, задрот. И чем мне это должно было помочь? Ребята, как же я рад, что мы его нашли! Как когда было весело мне на черничном холме. Черничный холм. И это всё? Пара кустов черники? Ааа, две собаки трахаются! Это стоило четырёх часов полёта. Привет, Бат. Привет, папа Джо! То есть, просто папа. Джо! Джо, я! Ты мой папа! Джо? Давненько мы не виделись. Я тебя не узнаю. Ты набрал вес? Я гляжу, ты тоже. Иногда я не понимаю, почему люди смеются. Мы очень вовремя их уничтожаем, Брайан. У меня не хватает чая со льдом для правильной пропорции. Коктейль будет слишком немонатным. Они придут в ярость. Ладно, приступаем. Разберёмся с ними. Предупреждаю, это непросто. Они, вероятно, мозговиты и умнеют с каждой минутой. Я заложил в них непрерывную адаптацию к... Готово. Я облил их водой из шланга. Парень в коляске есть твой сын! Что ты несёшь? Да. Да, папа. Это я. Джо! Что с тобой случилось? Трахнулся о землю с большой высоты на службе. Ты... Трахнулся. Стюи, мне очень жаль, что так получилось. Да ничего страшного. Рад, что всё уже позади. А куда ты делал всех этих роботов? Оставил их на тротуаре для мусорщика. Неужели это не ловушка? ТРАК такие слова становятся смешными если их долго повторять же тебе нужно поучиться болтать не о чем ты не поверишь уже учусь сегодня так облачно хорошо вы могли бы что-то ответить дженет на то что ее сын умер мне жаль что ваш сын умер такой облачный день